рада приветствовать всех на своем канале с вами барельченко татьяна я рада что вы заглянули ко мне на огонек начинается такие мои зимние новогодние вышивки которые каждый год доставляют огромную радость сама подготовка празднику гораздо важнее и нежнее и нужнее чем проведение даже самого праздника вот этот антураж вот эта праздничная атмосфера наряжание елки украшение квартиры ну и соответственно теперь мне еще и придется украшать мою работу мой детский сад мою группу окна в нем и я решила у меня на этот сюжетик были свои планы как раз вот я надеюсь что в этом видео вы увидите все получится ли у меня задумано или не получится не знаю но уж как будет да да эта работа будет висеть и по крайней мере в этом году в детском садике а на следующий год может быть я где-то дома и и и пристрою это от производителя да нам 23 38 и и сюжет и и наверно уже многие отшили это новинка не то прошлого не то позапрошлого года почему так заморачиваю сюжет небольшой но мне очень хотелось вот такой уютный сюжет не буду говорить все слова которые хочется потому что не будет интриги не будет интересно что же в конце у меня получится новоричная сказка новогодняя наверное сказка да рука это год у них украинцев поэтому нового ну наверно варич новогодняя сказка так дальше конечно здесь на дано дал ключ ключ конечно странный при странный но я не собираюсь отказываться полностью от этого ключа хотя у меня первый порыв был заменить все вот ну просто все потом я подобрала весь бисер необходимый и стала трезво размышлять нет не буду потому что хозяйка данных да она сама когда-то работал дизайнером у другого производителя я не буду говорить всех этих вещей тонкостей но и думал совершенно не глупый человек наверняка конечно ключи часто я слышу подводят но кое-что я все-таки на свой вкус сделаю так а именно во-первых хочется обратить внимание как скомпонованы да очень грамотно ключи все синие все зеленые все желтые все красные очень удобно очень удобно итак начнем вот у меня первый номер это 0 1 234 его большому сожалению нет ни у меня и самое интересное его нет продажи я поискала в двух или в трех магазинах 3 по моему а его нет но у меня есть карта олеси это изумительная вещь девчонки ну вот хоть стой хоть падай хоть плачь все-таки живая палитра именно палитра да не карта просто до цветов бисера именно палитровая карта чем она хороша вот я открыла да вот этот цвет 0 1 234 но нет его но рядом стоят такие цвета как из которых я могу выбирать очень похожие чуть более голубые чуть более прозрачный но они очень близкие я сразу мне не надо искать по всем страницам бегать прыгать я рядом вижу то что чем можно заменить этот цвет и так два варианта это 0 1 134 и 6 60 тысяч до 6 40 и конечно я беру 640 потому что я его набрала иголочку он больше подходит но вы сами видите это чуть 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 темнее мне нужен 0 1 234 здесь тоже 4 но вот как-то случилось что у меня этого бисера нет я заменяю его на 63 ноля так я убираю автоматически сразу не откладываю долгий ящик этот цвет так из синих я начинаю прикидывать синие цвета вот что нам предлагается да вот этот цвет его у меня не было его заказала 65 156 я может быть его бы и откинула но смотрю вот в этот он не вписывается в эту картинку вот в эту до картинку мне хочется здесь другого оттенка до цвета не не такие синие голубые а мне хочется вот такие джинсовые приглушенные но нет думаю попробую все таки вот такой прозрачный вот такой что-то у меня камеры ходуном ходит вот такой прозрачный попробую вот попробую все но самое интересное что третий темно-синий да вот этот они нам предлагают у меня тоже его не было 38 050 ну такой прям кошмар он совершенно не вписывается он совершенно не подходит под вот эти елки я у меня порыв взять другой цвет но потом я увидела пришитым в палитре до в карте и все-таки нет вот рискну вот рискну и посмотрю что получится не будет у меня такой пастельной картинки она будет более насыщенная как мне кажется но тем не менее дальше зеленый и черный тут все я оставляю вот этот зеленый 57 150 это вообще мой нелюбимый до цвет ну мне пришлось докупить вот этот цвет 81 358 такое прозрачно-желтое стекло введите желтое стекло а серединка зеленая мне просто интересно поработать с этим бисером ничего менять не буду посмотрим за сочетаем в принципе здесь просится темно-зеленый цвет но в то же время он должен быть не черно-зеленым а с каким-то отливом поэтому я его беру я хочу посмотреть вы знаете иногда ощущение да ну что совершенно несовместимые цвета вот я смотрю господи их даже рядом нельзя поставить а когда их пришиваешь они безумно красиво смотрятся ложатся дополняют друг друга или вот выбирают кто-то из девочек там пока я подобрал такой-то бисерк а я такая смотрю думаю но я в жизни бы такое не взяла а когда вышивка закончена и показывают отшиву отшитую работу я понимаю что да человек был прав или наоборот казалось бы а вот тут она верно подобрала то шьет ой смотрится-то не очень и в моей самой у меня часто в практике до встречались именно такие случаи поэтому доверимся но как бы воле судьбы и пришьем эти два зеленых бисерок все без изменений так дальше вот эти цвета значит место белого от белой они нам предложили вот этот снег но просто я не знаю передаст ли вам фактуру сейчас минутку не знаю передаст ли вам знаете такой снег он даже не бывает при дневном свете такой вот белый матовый хрустящий такой прям снежно-белый цвет я этот цвет вообще не очень люблю потому что но ощущение что в природе нет такого цвета да но тем не менее его производитель предложил и я представила как вроде бы это такой сумрак уже свеча зажжена да а мы тут втыкаем такой ядренно-белый цвет не смирилась я с этой ситуацией я сначала подумала 57 205 сделать такой мягкий белый потом нет здесь у нас на картинке он такой молочный что ли немного и все-таки я заменяю на 57 206 я его набрала потом я его посмотрел как он пришит и выглядит да он немножко такой с перламутром с отливом таким бензиновым и он пришит и ну практически белый но такой мягкий мягкий бежевый цвет в общем-то то что я хочу но я конечно попробую попробую как он будет выглядеть на фоне синего потому что я тут вижу картинку одного цвета синий а пришивать то фактически я буду другой цвет синий и возможно все-таки я заменю этот белый вот этот бежевый на 57 205 знаю что придется или выпарывать или выкалывать да ну посмотрю сравню когда у меня будет большая масса голубым зашито вот уже какие-то снежинки и уже будет хорошо заметно да вот но хочется мне немножко мягкости не таких контрастов резких так желтенький желтенький я у меня не было этого цвета 85016 ну вот он изумительно хорош это стекло с прокрашенной серединкой и его я тоже очень захотела сюда захотела эта свечка будет такой желтый почему-то вот здесь ну это мы оставим тему в общем ладно и и оранжевый оранжевый именно этот оранжевый мне он очень понравился я сама бы лучше наверно не подобрала связи с тем я вам сейчас расскажу связи с вот этими яблоками первое что мне просилось в глаза что они хотят здесь красный пришить вот такой вот вот такой 97 усилию 7050 и 97 120 ну как на яблоки можно пришить такую потом подумала все-таки здесь не только яблоки какие-то цветы или ягодки все-таки новогодняя картинка ну давай попробуем ладно давай посмотрим что они нам предлагают сюда на перехода и перехода у нас собственно будет вот так и такой вот цвет как бы вам его передать да он вот с таким вот холодным блеском что я бы сказала и нет обманывал и еще вот такой из этой же серии 98 и 98 и вот они между собой посмотрите как хорошо плавно сочетается то есть переход в яблоках будет довольно симпатичный как мне кажется и и и и что же еще на ну и сюда же можно добавить вот желтенький да такой вот желтенький ну посмотрим какое получится яблоко я рассматривала каждую деталь отдельно для того чтобы понять хочу я это видеть в таком виде или не хочу конечно же вот почему я все таки хочу чтобы у меня все цвета бисера были пришиты на палетке который предлагает вот нам иголочка с я вам покажу их они все таки пришиты уже некоторым полотном да вот такая палетка вот с дырочками она очень легкая тоненькая они будут пришиты некоторым полотном и я уже буду видеть как в отшиве выглядит причем вы видите да полотно прозрачная она не искажает цвет самого бисера стекла даже да и мы будем точно видеть как лежит бисер в пришитом виде от полотно целое мы можем уже если мы в карте можем просто подобрать посмотреть примерно но когда пришиты их там уже там или 30 штук что ли то это уже значительно интересней но я подозреваю что то количество бисера которые есть у меня пришить довольно сложно ну хотя наверное может быть я задамся на следующий год сделать и такой каталог себе он конечно тоже будет безусловно очень удобным этот каталог сам по себе удобно у него хронометраж удобные у него удобно собственно все до палитра выложена а здесь я хотела бы сделать именно где у меня целое полотно пришитых бисерин так какой бы опыт подбора не был бисера я вам честно скажу даже у опытных подбиральщиц не буду называть имена девочки которые разрабатывают вышивают даже они сомневаются насколько хорошо получится та или иная картина даже у них есть сомнения по поводу подбора поэтому девчонки мои я всегда думал что что за человек ты столько лет вышиваешь ты вроде как уже должна закрытыми глазами подбор делать а нет все равно даже один одни одно и то же сочетание круто уже использовал других картинах совершенно может не подойти и данные допустим картинки да поэтому вот сомнение есть всегда даже маленькая картинка хочется получить хороший результат что уж говорить про картины которые просто огромны так что касается вот этих двух коричневых цветов это вообще кошмар 13 780 это была самая головоломная проблема они нам предлагают 13 780 причем у меня этот есть цвет видите написано посветлее из двух партий и один совсем темный а другой на такой темно-коричневый а тот ну прям черно-коричневый и кстати сегодня второй раз этой проблемой сталкиваюсь у меня закончился цвет 10 090 и я взяла досыпала из запаса взяла и досыпала и вот так смотрю на просвет тут светлая а тут потемнее но я конечно так смешала чтобы голову себе не морочить но поняла что все таки от партии партии конечно не имеют разный оттенок они нам предлагают вот этот 13 780 коричневый и 18600 18600 его светло-коричневый но его коричневым назвать можно ухт с натяжкой он такой бело-бордовый серебристо-бордовый сначала я конечно вот этот подобрал и думаю это какой-то какой-то ужас здесь я вижу такой красно-коричневый я сразу полезла вот этот взяла 13 600 нет мне же еще и дом вышивать нет мне не нравится дальше полезла нашла вот такой красно-коричневый а он скорее красный 93 300 да вот он такой цвет приложила приложила да мне нравится больше но потом я достала вот этот 2 18 600 который да и и поняла что в этом что то есть вот что то в этом есть буду смотреть вот буду смотреть пробовать вышивать может быть даже вот где то вот здесь вообще мне непонятно да вроде как тарелочка углубления но посмотрим хочу вот именно вот этот кусочек отшить просто отдельно взять его и вышить или уже на доме попробовать ну на доме собственно темно-коричневый он весь используется вот не знаю сомнение при сомнениях хотя на ярком фоне бисера да может быть этот коричневый будет красиво здесь то он красный такой коричневый потому что светит свеча до горит и дом имеет такой коричневый цвет приобретает такой кори красноватый оттенок может быть если мне не сильно понравится я все-таки не убираю далеко эти два оттенка и буду ой все и буду пробовать колдовать перешивать вот такая дилемма стоит передо мной всего здесь 12 цветов а голову я себе морочу уже пол вечера не буду долго затягивать начинаю вышивать как вы поняли уже и оформление будет тоже в этой в этом же видео какой толстый флизелин пришли двойной слой вот он прям как картоновая основа он прям двойной и флизелин кстати обрезан горячим способом до качество заготовок вы знаете она изумительная всегда я вышью бисером на с этим плотным флизелином потому что я люблю такой плотный флизелин у какой-то прям очень высокого качества и он такой гладенький ну прям хороший а когда мне нужно будет оформлять я лишний флизелин просто оторву просто сниму отсюда не знаю получится у меня нет ну собственно не боги горшки обжигают все в этой жизни можно сделать приступаю к отшиву буду делиться с вами впечатлениями о значках подборе о собственно что я поменял я поменяла 1 но на очень близкий белый и больше пожалуй и ничего но в процессе буду решать что же я буду делать но что не до ненадолго мы с вами простились сразу появилась первая проблемка которая прям огорчила меня огорчила ну собственно она не то чтобы нерешаемая но придется себя ломать я привыкла вышивать сверху вот такими вот рядочками да и такими или какими-то другими но сверху и я вот так я никогда не вышивала вот такими вот рядами короче говоря вот бусинки которые нам предлагается пришить вот таким способом я бисер укладываю несколько другим способом не вот так а вот так то есть вот эти напечатанные штуки не так как мне нужно если я их пришью так а остальное бисер уложу по-другому но вы же понимаете да что все будет не очень красиво и придется мне ломать себя и вышивать и вот другим способом наверное вот такими горизонтальными вертикальными рядами ну посмотрим что ж подрастроилась немножко ну ладно вышивка есть вышивка это испытание такого своего рода до такое испытание до что хочется сказать вот я сейчас поближе рассматриваю на свою работу вот мы видим белый цвет голубой да здесь вот эти вот дырки черные посмотрите они конечно безобразие я попробовала было вышивать в привычном не способе но остались эти дырки думаю нет буду вышивать правильно чтобы их белой ниточкой собственно говоря спрятать но вы видите издалека их не очень заметно они не очень заметны а а вблизи конечно ну при рассмотрении эти черные точки все таки портят эту работу портят по поводу да я уже по пересыпала все в баночке весь купленный бисер по поводу молочного цвета пока еще ничего не могу заранее сказать но он здесь вот молочный фон вот этот если врежутся сюда совсем белый до белая свеча ну что белая свеча она как правило не далеко не белая короче говоря вот этот цвет вот по ощущениям прям подобран верно и все но буду смотреть буду смотреть насколько я права да ладно итак девчонки у меня час ночи и мне захотелось поделиться с вами впечатлениями девчонки и ребята и так то что я хотела видеть на своей картине здесь это такой вечер на такой вечер сумерки такие то есть еще не темно но уже не ночь то что я вижу на правой половине это уже такая яркая звездная ночь вот по ощущениям да почему я с вами сейчас делюсь этим отшивом сейчас у меня ровно половина то есть композиционно вот этот домик он очень грамотно стоит как мне кажется не художник но мне он четко делит эту половинку дом эту картину пополам что хочу сказать сейчас я зафиксирую свои руки потому что уже ночь и мне даже вот так нравится больше смотреть на эту картину потому что она сейчас хотя бы становится для меня понятной то что хотел сказать автор в правой части естественно отобразить влево он этого не мог если бы печать была вот такая то она была бы не такая красивая но вышивки сначала конечно я была крайне расстроена и мне не очень нравилось и я не видела я отшила вот так вот так вот вот эту половинку вернее четвертинку и написала юли осенний юлечка у нее большой опыт в подборе она как-то очень любит это и умеет и в общем у нее здорово получается и чувство цвета такое знаете даже я послал чувство ритма да если можно так про цвета сказать какое-то там чередование у нее очень хорошо переходы собственно абсолютно понимаю ее вкус и большинстве своему мне очень подходит написала юль не знаю что делать а отправила вот я же говорю вот этот кусочек понятно что здесь такой нежный фон и такие врезались в эти темные елки юля говорит таня очень контрастно прям даже я не нравится нам не дала несколько дельных советов но девчонки я смирилась с мыслью что я буду вышивать все таки дальше по тому подбору который сделала сама что заменила да по тому подбору что сделала сама дана производитель думаю нет наверняка должно быть неплохо вот прям наверняка должно быть хорошо почему-то же они выбрали эти именно эти цвета такие достаточно непопулярные мне не часто используемые просчет насчет белого я вряд ли вам еще сказала что я решила сделать с белым цветом сейчас минуточку все таки свечку видите я сделала парафиновую и сделала из вот этого цвета который подобрал в начале 57 206 вот она стекает эта свечка вот она стекает вот она здесь на ручке до парафинчик такой и я решила не вставлять сюда белый потому что здесь такое коричневая да и резко белый сюда просто как-то не вписывался вот этот кремовый бежевый да он вроде как неплохо ложился но все таки когда этот кремовый неплохо смотрится на этом а может быть я вам уже об этом рассказала на этом фоне на этом фоне он не смотрится вовсе вот посмотрите да какой он просто потерялся и вот этот белый ярко-белый снег но я не взяла 03 050 которые они предложили я взяла 46 102 но он все-таки такой вот понежнее и он действительно смотрится очень хорошо он смотрится хорошо потому что вот эти синие вот этот ярко-синий фон он снег передает здорово цвет елок здесь хорошо такая форма да вот за сниженные ветки единственный нюанс вот сейчас вижу что нам может быть надо было перепороть и наверное так и сделаю вот это я думала это ветки или это поплывшая свеча и сейчас понимаю что это поплывшая свеча и вот эти вот сколько 7 бисерин и я перри наверно перешью потому что я понимаю что это вот поплывший парафин вот он немножко есть на ручке и вот здесь он явно просится здесь я сделала явно понимаю что на пламени нужно отблеск такой знаете белый поэтому уже здесь у меня бежевый парафиновый цвет назовем его да а здесь нежно-белый потому что ну понятно да что само пламя она такой контрастной и вот этот цвет просто провалил бы вот это вот мне кажется место как мне кажется сначала я не совсем поняла подбор вот этих цветов и я когда вышивала не видела что в итоге я имею вот но не видела я этого плачь хоть когда я вышла я не совсем понимаю что вот это такое что вот это такой оранжевая честно скажу не совсем понимаю но в целом в целом уже получается то что я вижу мне нравится сейчас вы видите в пол тьме вам плохо передаются вот эти цвета это же блестящие 97 серия мне кстати очень понравилось как подобран зеленый хорошо видно хвою да такие вот и иголочки ну вот собственно вышиваю делюсь с вами сначала я думал что у меня приведет в бешенство вышивание вот этих вот отдельно стоящих бисеринок ну правильно говорить бисеринок а не бисеринок к сожалению мы все это неправильно произносим над любимой бисеринки да хотя бисеринки вот и нет но все это очень приятно пришивается и ощущение такого тумана дымки такой мне в общем то все сейчас симпатично становится я посмотрю конечно когда то шью вот это дерево как это будет выглядеть но уже все становится более или менее логично и понятно меня уже не смущает тот контраст потому что я вижу что получается получается не нежная такая бредная картинка а такая яркая новогодняя ночь вот по моим ощущениям и она кстати больше вот эта картинка больше подходит к так к тому задуманному оформлению нежели вот это но в общем будем ждать я буду вместе с вами ждать результат вы его скоро увидите буквально через секунду наверное я пока начинаю продолжать дать вот не сказала продолжаю заканчивать эту работу хотя ну вот не быстро идет вышивка но в удовольствие так соскучилась по вышивке на напечатанной основе что прям вот вышивая не могу оторваться надо идти ложиться а я вот что ну еще одну ниточку но еще пол ниточки на пол рядочка сама себя уговариваю нет пошла так что я действительно пошла спать а вы не отключайтесь скоро вы увидите готовый результат включила девчонки видео сейчас чтобы посмотреть насколько я ошибаюсь глазом или не ошибаюсь меня всего здесь три цвета бисера синего три цвета синего бисера а теперь смотрите посмотрите вот самый светлый вот потемнее а вот самый темный вот этот бисер я включила чтобы убедиться что его скорее всего надо вышивать темным он такой полутон я вот здесь уже так же думала что это такое и сейчас опять вот я думаю это какой-то четвертый цвет что мы вы видите разницу между вот этим цветом и вот этим хотя предполагается скорее всего что это темная дорожка и вышивается скорее всего темным ай-яй-яй какая-то странная печать так везде более или менее одинаково этот кусочек прямо выбивается до сложновато я уже несколько раз над значками мучилась я тут надо оранжевыми значками мучилась а потому что здесь вот видите оранжевый значок обведен в оранжевый красный кружок а этот оранжевый не обведен в красный кружок и еще одна схеме вот здесь я прям еле еле у поняла что это оранжевая не желтый вот эти значки были очень похожи но вот этот значок вот в этих яблоках был напечатан с таким красноватым оттеночком до кубиком ну видимо оттиск от предыдущих вот этих видов короче говоря я думал что я собственно намешал тут мешанины не знаю ну что девочки как я могу вообще что-то здесь делать батарея для нее открыто но ей под моей лампочкой кажется теплее вот я сижу натягиваю на картон свою вышивку но ей почему-то обязательно нужно сесть именно здесь ильза ты мне помогаешь ильза помогаешь а как же твоя батарея ты посмотри у нас как некрасиво окно открыто посмотри еди на свою батарею вот ей кажется что вот эта холодная лампочкой и и греет больше чем моя обезьянка ильза ильза скажи мор скажи мяу нет она дремлет ей хорошо ой смотрите у нас вроде как две реснички прорезалась растут они вырастают до определенного размера и отваливаются смешная кошка у нас до 2 реснички на этом глазу есть ресничка и вот здесь есть ресничка ты у меня такая ресничная в общем смешная кошка уже укусила меня зараза вставляете вот я тут позарилась на ее место и вот она меня укусил нет мне покоя с этими детьми и животными когда матери творить девочки моя законченная работа натянута на картон натянута на определенный размер конечно мне бы хотелось ей дать побольше воздуха белого да но это при условии себя и оформляла в раму но поскольку я вписываю и и вот в это окошечко от щепка до производителя щепка мп-студия и у меня тут целая планов громадьё моя задача сейчас не только ее здесь закрепить каким-то образом мне нужно продеть вот эту ленточку вот здесь да вот эти дырочки почему я просто не сделала чуть побольше а есть у меня почему я этого не сделала вот вот эти дырочки мне хочется каким-то образом украсить и и еще у меня есть идея сделать шторы как бы вид из окна вы не смотрите на мой жуткий беспорядок потому что я знаете семиделиха все делаю я хотела шторы сделать из красивейшего кружева но кружева прячет вот эти все отдельно пришитые бисеринки такой вот снежный вариант да поэтому я нашла пошла купила в складе самую прозрачную сетку какая только есть чтобы не спрятать не бисер не красоту да вот объем этой работы но в то же время сделать эту картину такой уютный мне нужна некая гордина сюда да стала думать и гадать что же делать взяла значит я для этого дела вот такие бусины думала надену вот палочка у меня есть я ее в качестве указки использую от суши до серебряной краской покрашена думала ну вот вот такие штуки да сделаю мой а потом посмотрел у меня есть вот какие-то такие звездочки думала так как приклеить вот зафиксировать жестко и на них положить эту палочку в общем что только не думала мой супруг залез детское лего нашел вот такого типа детали нет ничего хорошего конечно что мы их используем но нашла я их немножечко другого цвета опа и он их уже мне отпилил да вот такие голубые детальки и есть серебряная краска вот такая дорогая кстати от глоракса я сейчас забрызгаю нашла трубочку от флажка флажок какой-то был я ее забрызгаю серебряной краской и и забрызгаю вот эти штучки забрызгую серебряной краской будет у меня такая некая гордина и забрызгаю а почему серебряной у меня нет голубой краски хотя здесь серебра нет но совершенно и у меня ну белая может быть есть но белая вот она прям показывает что она не очень хорошо смотрится а вот серебро я посмотрела смотрится неплохо обыграю я здесь думала голубую ленточку вставить да вот в эти дырочки но решила все-таки обыграть и вставить вот эту вот серебряную уж меня нет это 5 миллиметров но я ее сейчас попробую сложить не знаю что из этой затеи получится но все эксперимент все на такое перспективное видение перспективное мышление хорошо будет или плохо ли не не попробуешь не узнаешь и так дорогие мои зрители сделала я прошила не знаю сказала вам не сказала что мы покрыли лаком на один слой да вот эту вот работ но эту немножко она стала поярче она была бледненькая я прошила вот этой ленточкой она конечно деформируется я ее в двух местах вот видите у меня узелок в начале есть да и вот здесь сейчас я я ненавижу узелки поэтому я буду вот это сейчас все прятать чтобы сзади у меня было практически идеально вот и но сейчас самое сложное я вот прикладывала это вогнать и вклеить вот эту вот картинку сюда очень важно для чего это было прошито это знаете такая чисто декоративная вещь которая но вот создает некоторое ощущение законченности возможно она не нужна была может возможно она должна была быть голубой но вы знаете хочется ощущение текстиля все-таки создать поскольку это окно и и в окне мы привыкли видеть как у некий такой текстиль да поэтому вот сейчас рамку картина нужно очень аккуратно сюда вклеить до большому сожалению я буду ее вклеивать но я думаю а за этого она конечно не проиграет ну как бы там ни было да уже если даже у меня не получится с моими шторками что-то и и просто оставлю вот так в таком виде попытался мой муж супруг мы покрыть и лаком ой не лаком этим баллончиком а это касса вы знаете это просто такой лак с блесками вот мне такая идея не нравится трубочки эти я оставлю в таком виде а вот эти сейчас я попробую покрасить акриловой краской просто хоть они и такие покрытые лаком я подпилил смешно так в общем пилочкой для ногтей вот здесь торчали такие штучки вот я вам здесь покажу да вот видите они торчат их просто отсюда подпилила и теперь мне остается решить вот это внутрь а это снаружи или снаружи или наоборот впустим что затеяла сама не знаю ну что-то наверное из этого выйдет и так девочки работа моя готова закончена сейчас вы видите результат вижу я его снимаю дома потому что сейчас я уже убегаю на работу и хочу взять эту вышивку готовую работу с собой потому что мне уже она нужна прям вот завтра буквально что я хочу сказать о своих впечатлениях задумка была у меня конечно несколько другая но для этой рамки больше ничего не подошло до мне хотелось и другую штору и в другом исполнении и ламбрикенчик сделать но обстоятельства да вот картина вот получилась такая и пришлось плясать от того от результата не знаю насколько я оставлю эти шторы все я сделала съемная наклей пистолет приклеила зафиксировала наши наш карнизик и он легко снимается деревянной основы покрытый лаком вот эти вот прихваты они серебряной ленточки все пришито мононитью прозрачной поэтому сложности отпороть не будет никакой если мне надоест или не понравится в какой-то момент то я просто их уберу и оставлю картинку в рамке картинку конечно я приклеила основательно на клей по-другому я не было нельзя сделать можно было пришить ну тогда был бы виден и такой некий кустарный способ и мне было боязно почему-то это делать собственно говоря что я хочу сказать меня конечно немного напрягают эти набалдашники да вот вот эти вот если вы ну если вам пришла какая-то идея на что их можно заменить я с большим удовольствием это сделаю поделитесь со мной грубоватый конечно не мне кажутся с богу на пол на балдашников я приклеила стразики такие круглые плоские пришивные но там не видно особо чтобы найти немножко украсить в целом я довольна в целом но вот за исключением нескольких нюансов каких-то да мне кажется работа получилась такая уютная и самое главное я добилась того результата который хотела вид вот вид из окна да вот он вид из окна на подоконнике стоит подсвечник до подсвечник я все-таки сделала парафиновый вот стекает цвете чко и мне сейчас поближе даже придвину вам чтобы показать да ну вот видите стекает свеча но все очень очень симпатично получилось я конечно вставлю вам сейчас конце фотографии чтобы вы могли посмотреть разницу между результатом я фотографировала такие промежуточные результаты чтобы увидеть разницу между яркой картинкой и бледной и теперь я даже не могу сказать что мне нравится больше бледная картинка или яркая потому что бледно имеет свое очарование вот эта яркая картинка на такая прям поярче такая звездная ночь как будто вот посвечена фонарями да может быть мне на на свое имеет очарование и мне возможно она нравится даже больше а больше нам не нравится потому что как раз именно под задумку вот этих шторочек она подходит идеально она не прячется на на не смазана шторы и несмотря на то что шторы создают такой эффект дымки все-таки нам понятно что она не изображена на этой картине в общем если я говорю если вдруг мне покажется что шторы здесь лишние я их просто уберу ничего мне не мешать мешать не будет есть умеющие две таких рамки немножечко я показывала в видео покупках вы должны были видеть если смотрите мой канал регулярно одна рамочка точно такая же другая несколько понежнее да такая с круглыми формами поднял меня тоже и под них у меня тоже есть сюжетики такие новогодние хочу хочу замечательно на самом деле задумка у щепки вот с этими рамами очень удобно и и бюджетно и все замечательно да собственно я буду заканчивать и конечно я жду ваших впечатлений я шторочки я пришила если кому интересно мононитью вот здесь просто перегнула их пополам и трубочка вот это я может быть забыла сказать это обычная трубочка сайте коктейльная трубочка только она у не какая-то плотненькая не знаю я взяла но вот такая плотненькая такая трубочка не твору это у меня конкретно это трубочка от флажка какого-то сломанного она режется ножницами такая не очень жесткая поэтому и и очень хорошо была не покрасти и использовать и все вот в общем девчонки пишите мне потому что мне конечно же интересно как вы сделали вы да или если вы уже делали делитесь впечатление а уж тем более если делали делитесь фотографиями я внизу обязательно оставлю вам ссылку на свои контакты в контакте на свой профиль в контакте на профиль в инстаграм и в одноклассниках и в любом из этих я конечно есть фейсбуке многие у меня спрашивают есть фейсбуке особенно девочки с украины девчонки я есть но это так редко захожу что когда я вижу ваши сообщения они уже становятся неактуальными поэтому ну просто уже столько знаете соцсети не осилить не по времени везде нужно быть везде надо хотя бы ответить каждому я и в одноклассники то не так часто забегаю контакте я сижу практически каждый день потому что мы дети и школы и хор и все вот такая вот история получилась с этим сюжетиком спасибо огромное юли осенней за некоторые слова которые она мне написала по поводу нее в самом начале моей работы и конечно же спасибо огромное вам это что вы побыли со мной эти несколько минут или полчаса уже и жду конечно ваши отзывы на и это видео спасибо огромное всем желаю удачи хорошего настроения скоро увидимся ставьте пальчики вверх пока до конца до конца Субтитры подогнал «Симон»